18 марта Казань праздновала, праздновала двухлетие аннексии Крыма. И, конечно же, ни одно празднование не обходится без нас. Мы появились и там, и появились с вопросами, решили задать вопросы. Первый вопрос. Считают ли собравшиеся и празднующие Крым Россией или... И считают ли они Донбасс Украиной чем-то средним, ну, отдельным, или же Россией? Я думаю, вам будут интересны ответы людей. И ни в коем случае данный опрос не носит характер какого-то там социального исследования. Нет, мы просто поинтересовались мнением нескольких человек. Ну, и комментировать, я считаю, лишним. Просто послушайте. Пойдите, не ответите на пару вопросов насчет? Ну, естественно, с Крымом связано. А? Ну, с Крымом связано, естественно. С политической обстановкой, ситуацией. Если хотите, лицо могу не снимать. Как вы думаете, Крым это Россия или все-таки Украина? Нет, это Россия. А почему вы так считаете? Потому что она была в Луганске. Донецк и Луганск, которые сейчас самопровозгласили себя от Украины. Они хотят Россию? Нет. Как вы думаете, они должны быть в составе России, в составе Украины или же отдельно? Вот, на это, как я сделаю. А, извините, вы не могли бы ответить на пару вопросов? Хотелось спросить, как вы думаете, ваши лица снимать или нет? Нет, я думаю, не стоит. Хорошо. Давайте так. Как вы думаете, Крым это все-таки Россия или Украина? Однозначно. Крым всегда был Россией, но Россия остается. А как вы думаете, почему другие страны не признают Крым в составе России, кстати, российскими? Ну, это субъективно политический вариант. Друзья, а как вы думаете, санкции, которые ввели против России, стоит ли того, что мы сделали? Мы самая достаточная страна, и я думаю, вот уже столько времени прошло, да, а особо эти санкции никто не считает. И поэтому, я думаю, сейчас, идя по пути инфектизамещения, мы это дело все преодолели. Хорошо. А как вы думаете, те проблемы, которые получил Крым и, соответственно, крымчане, как вы думаете, отразились ли это все на их отношении к России? Если сложить, я думаю, все плюсы и минусы, то там, скорее всего, будет позитивный динамик, чем негативный. Ну, а вам не кажется, что крымчане, допустим, хотели прийти в страну, и чтобы все было сразу в хороших условиях, как и для других регионов? Скажем так, на тот момент, когда они были присоединены к России, когда они прицелили референдум всенародно решили это сделать, у них ничего не было, можно сказать. Они были там забытье, заброшены. Украина же не вкладывала в Крыму. Хорошо. А как вы думаете, Донецк к Сулганскому, это отдельные какие-то... Донецк и Сулганскому территорию края. Территорию края, да? И как вы думаете, как быстро закончится конфликт, или как долго он будет идти? Это зависит от двух президентов. Ну, в принципе, не от двух даже президентов, а от каких. Один-то наш, а второй? А второй явно не Порошенко. Хорошо. Украина по внешним управлению находится, что тут говорится? А как вы думаете, все эти беженцы, которые приехали из Донбасса, их ведь надо кормить, их ведь надо обеспечивать? Они же работоспособны. Ну, не все, согласитесь. Вы знаете, у меня родственники живут. И опять-таки... И они как бы даже не собираются уезжать. Они в Донецк, в Луганск. Ну, пособия должны же уплачиваться, это же все-таки тоже деньги. Как вы думаете, стоят ли они всего того, что... Я думаю, общее количество не столько, чтобы какой-то весомый нанести урон экономике. Хорошо. Спасибо. Все, уроки. Как вы думаете, Крым это Россия или Украина? Россия. А почему вы так считаете? Ну, она была частью России, так сказать, она присоединила в Украине. Ну, это можно сказать, что Россия не изменилась. Ну, вот я так считаю. Ну, исторически она часть России. Хорошо. А в каком году это было присоединение Крыма к Украине? Хорошо. А как вы думаете, все вот эти политические игры, все эти санкции, которые мы имеем, плохо ли это от того, что мы присоединили Крым? Может быть, не стоило? Нет, неплохо, я думаю, неплохо. Многие другие страны, которые не могут получать из Украины, которые не могут получать из Украины. Как вы думаете, отразится ли с помощью этого всего их отношение к материковой России? Я думаю, да. И как вы думаете, это плохо или хорошо для них? То есть они потерпят или все же они подумают, что лучше вернуться на Украину и иметь какую-то стабильность? Хорошо. А как вы думаете, Донецк и Луганск и ближайшие территории, это Россия, Украина или же это отдельное что-то? Ну, я по поводу этого не могу сказать. Думаю, это часть Украины, все. Часть Украины? Да. Как вы думаете, Крым это Украина или Россия? Больше Украина. А почему вы так считаете? Ну, потому что я сама не была в Крыму после воссоединения. Мне кажется, по рассказам моих друзей, что там все равно сейчас чувствуется все-таки украинская рука. Там, может быть, еще не сделано настолько много полезного и хорошего с нашей стороны, чтобы сами крымчане осознавали важный список событий. Ну, а как же результаты референдума? Подавляющее большинство людей сказало о том, что они хотя бы состав России и признали себя гражданами Российской Федерации. Получили репорта. Не знаю, может, это было какое-то такое экскурсивное решение, так скажем. В дальнейшем, возможно, будет Крым больше российский. Но все равно сейчас там все вот это, что Украина сделала за эти годы и все, что Украина... Все равно вот эта культура украинская там чувствуется, потому что она показывает. Хорошо, а как вы думаете, по поводу Крыма телевидение российское, а также телевидение украинское врет или же показывает объективную ситуацию? Я сама работаю на телевидении, поэтому единственное, что могу сказать, телевидение просто отражает информацию все равно с определенной точки зрения и делает мне большой срез какой-то поверхности. Поэтому я вам не могу сказать, объективное оно или субъективное. В принципе, я люблю телевидение, потому что я там работаю, я не могу на этот вопрос вам ответить объективно. Хорошо, а как вы думаете, образования, которые появились в Донецке, а также в Луганске, они должны быть в составе Украины отдельно или в составе России? Я не имею политического образования, чтобы ответить вам на этот вопрос корректно. Ну, все-таки, это же ваше личное мнение. Ну, должен решать народный это. Хорошо, как вы думаете, вот эти беженцы, которых мы получили из Донбасса, а также люди, которые перебрались с Крыма в Россию, они же должны быть как-то обеспечены, то есть мы должны поставить их в рабочих местах. Те, кто должен получать пособие, они должны получать пособие. Это все деньги. То есть наши упущенные выгоды стоят явно того, что мы сделали. По поводу беженцев я могу сказать одно, потому что сама не делала мне этот репортаж про это. Те, кто хочет трудоустроиться, те, кто хочет найти работу, как-то начать свою жизнь, но заново, где находят работу, где начинают все делать и так далее. А вот это упущенные выгоды, я так не считаю. Должна же быть взаимовыручена. Нужно бы так назвать. Хорошо, спасибо большое. А как вы думаете? Ну, да, просто молодой человек, у меня будет программа, он очень сильно упущен. Спасибо. Как вы думаете, Крым это Россия или Украина? Россия! А почему вы так считаете? Потому что так сказали, что это у нас. Дорогие друзья, мы рады, что на наших глазах происходит огромное изменение в Крыму, во всей России. Мы ощущаем наше единство, и людям рассказывать о событиях, событиях нашим детям и нашим внукам. Как вы думаете, те проблемы, которые получила Россия от Крыма, это санкции, стоит ли это все того, чтобы Крым присоединили? Нет, если бы можно было отменить, вы бы отменили, или же оставили все так? Да, оставили все так. А что для вас Крым? Крым? Это частичка нашей страны. Путин уходил на какое-то время, все равно будет так. Но вы же помните, что Крым был и на территории, которая принадлежала Украина? Да. А почему она так случилась, что она оказалась там? Почему? Почему Крым в свое время стал украинским? Ну, потому что, а, не знаю, визовались. Что-то, нет, вам что-то подарили, какой-то президент это не Крым подарил? Нет? Вы в каком классе, кстати, Левчонки? В школу, в пятый! В четвертый! Хорошо, последний вопрос. Как вы думаете, Донецк с Луганском и образование, которые вокруг этого, появились, это самостоятельное государство, Россия или же это, или Украина? Украина. Украина. Хорошо, спасибо. Как вы думаете, Крым это территория России или Украина? Я думаю, что сейчас, на данный момент, Крым находится на территории России. А почему это рассчитывается? Ну, всегда, вот, крымчане, они считали, что все-таки, что Крым, он все-таки не в Украине, а в России, и всегда хотели переступить в такую грань, которая, ну, чтобы находиться в России. Все-таки Россия, как мне кажется, безопаснее, и есть какая-то гарантия, то, что, если что, они помогут. Вот, вот, когда было присвоение Крыма, пришли наши зеленые добрые человечки, и это подтвердили, потому что они всегда могут помочь. Хорошо, а как вы думаете, те проблемы, которые получила Россия в виде санкций, стоили ли они того, что Крым теперь Россия? Ну, увеличение территории, все-таки, это всегда плюс. Так, ну, Россия, это всегда считалось самым большим государством в мире. И даже если бы, если бы Крым не присоединился к России, то, возможно, там была бы сейчас война, так как сейчас происходит на Донбассе, ну, в Украине. И Америка, она бы поставила там свой флот на месте Черноморского, который сейчас стоит, наш российский флот. И, возможно, происходили бы какие-то дальнейшие проблемы. Ну, хорошо, а как вы думаете, сами крымчане, которые там живут, ощутили бы проблемы после того, как перешли на стали гражданами Российской Федерации? То есть, это блокады та же, те же не работают, там, электронный банк. Ну, были проблемы начались вначале, были то, что, там, электричество отключали в Украине, еще что-то. Но проблема временная, это всегда так. В скором времени, мне кажется, их, ну, этих проблем не будет. Хорошо, а как вы думаете, Донбасс и Донецк с Луганском, а также образование которого, как них, это Украина, Россия, или же это какие-то самостоятельные государства, самопровозглашенные, совсем? Ну, Донбасс, он считает самопровозглашенным государством, но, как вам сказать-то правильно? Я даже не знаю, как на этот вопрос идти.